Студия «Медиакнига» представляет. Владимир Василенко. Смертный. Хроники Эйдеса. Исполняет артист Владимир Голицын. Глава первая. Орлиное гнездо. Знаете, как сразу определить, непись перед вами или живой игрок? По взгляду. При первой встрече любой игрок будет смотреть на вас цепко, настороженно, оценивающе. Важно понять, кто из вас сильнее. Сильнее быть не обязательно. Главное не выглядеть легкой добычей. Иначе практически любой игрок попытается вас убить. Не ради трофеев, не ради опыта, не для прокачки навыков. Просто так. Потому что может. Потому что за это ему ничего не будет. Вседозволенность вообще вскрывает такие поганые черты человеческой натуры, что диву даешься. Я это точно знаю. Я и сам не лучше. Слишком давно здесь. Вошедшая в Орлиное гнездо троица вела себя шумно, уверенно. По-хозяйски. Впрочем, втроем здесь можно чувствовать себя комфортно, особенно если возглавляет вас такой здоровяк. Главарь группы – лысый бородатый воин с двуручным молотом. Сразу видно, самый прокачанный и опытный среди них. Огромная гора мяса в новенькой керасе. Титановый, судя по характерному голубоватому отблеску металла. Не бог весть, какое сокровище, даже не зачаровано, но вышагивает он в ней, будто в полном комплекте эпиков. Видно, первое серьезное приобретение и недавнее. Кераса без наручей, без наплечников, просто панцирь, закрывающий торс. На остальное не накопил пока. Второй лучник. Невысокий, черноволосый, жилистый. В простой кожаной броне, едва ли не дефолтной, но уже с неплохим композитным луком. Даже без чар такой стоит на Ауке не меньше двадцати золотых. Третий пижон, иначе и не скажешь. Ярко-красные волосы, уложенные в витиеватую прическу, тисненая кожаная броня, украшенная серебристым мехом, татуировка, переходящая с левой щеки на шею. Похоже, мнит себя опасным и пафосным типом. Меч покоится за спиной, рукоять выглядывает из-за плеча. Новички любят так носить. Все эти детали я срисовал, мельком взглянув на вошедших, пока те двигались к стойке. На меня они вряд ли обратили внимание, выгляжу я неброско. Но на всякий случай я вытянул из ножен лежащий на коленях меч. Потихоньку, чтоб не было заметно, под столом. Обернулся к своему собеседнику. — И так ты принес коготь? — повторил Венделл. Все с той же интонацией и так же, как в прошлый раз, чуть вздернув подбородок. За что я люблю неписи, так это за постоянство. Живым людям этого здорово не хватает. Я аккуратно выложил на стол поверх колочка пергамента с квестом коготь сербса, серебряного врана. Острая изогнутая хреновина размером с добрый кинжал. К счастью, опробовать его остроту на своей шкуре не пришлось. Убить эту тварь оказалось куда проще, чем выследить. Потому и квесты, которые дает Венделл, не особо популярны, несмотря на высокую награду. Игрокам обычно хочется всего и сразу. Мало кто готов прочесывать несколько квадратных километров скал в поисках именного монстра. Что ж, мне больше достанется. О, я вижу, это он довольно кемнул Венделл, ухватив себя пятернёй за бороду. Что ж, выбирай награду. Пятьдесят золотых или... Он слегка завис, выбирая альтернативу. Обычно это оружие или элемент брони, подходящие по классу, но в моём случае выбрать не так просто. Искателей в игре уже практически не осталось. Непопулярны, как и все гибридные классы. Упоминания о нас, похоже, даже в скрипты разговоров неписей уже не вставляют. Или добротный дубовый посох огня, решился наконец коротышка. Не угадал. Впрочем, это не имеет значения. Золото, отозвался я. Я всегда беру золото. Эй, погоди-ка. У стола нарисовался красноволосый пижон из вновь прибывшей троицы. Видно, услышал про награду. Вот ведь паскудство. Венделл выложил на стол увесистый кошель с золотом, и я быстро забрал его. Пересчитывать нет нужды, не обманет. Еще одна причина, почему я больше люблю иметь дело с неписями, чем с живыми. Неплохой куш, усмехнулся пижон. Поделиться не хочешь? Нет, честно признался я. А придется. Пятьдесят золотых для этой компании действительно солидная сумма. Здесь убивают и за меньшее. Не думаю, отозвался я, взглянув ему в глаза. Да мне плевать, чего ты там думаешь, рассмеялся пижон. Лучник, заслышав наш разговор, тоже подтянулся поближе. Только бородатый воин оставался за стойкой, о чем-то трепался с хозяином. Ну так что ты молчишь? Ты тупой, что ли? Красавчик наклонился вперед, нависно до мной, опираясь обеими руками в стол. Лучник встал чуть позади, паскудно ухмыляясь. Давай, выворачивай карманы, иначе быстро прогуляешься до Менгира. Гарт лоп их дери. Ну, просто дети. Можно было бы попробовать припугнуть их, чтобы отвязались. Для начала намекнуть, что тупо угрожат человеку, который сдает квест на полсотни золотых, в то время, как у тебя вся экипировка стоит дешевле. Или, что трое на одного не такой уж критический перевес, особенно, когда один из троих лучник, бесполезный в замкнутом пространстве. Я не стал. Небольшой нож для снятия шкур у меня закреплен слева на груди рукоятью вниз. На первый взгляд, странное расположение, но я привык. Удобно. Выхватить можно и за доли секунды. Ударил снизу, загоняя клинок между кадыком и подбородком, так что красноволосый явственно клацнул челюстью. Провернув лезвие, дернул в сторону. Кровь хлынула на стол, как из разбитого кувшина. У пижона подкосились руки, которыми он упирался в стол, и он рухнул мордой вниз. Я же, подхватив лежащий на коленях меч, метнулся к лучнику. Тот, бедолага, и сообразить ничего не успел. Умер почти мгновенно. Остриея с кеметара вошла ему в верхнюю часть живота под самой грудиной и вышла между лопаток. Медальон на шее ощутимо завибрировал, и по телу пробежала привычная волна приятного покалывания. Лучник мертв, и часть его силы перешла ко мне. Я мельком оглянулся на красноволосого, еще жив. Хрипит бестолково елозит по столу, зажимая разорванное горло ладонью. Не до него пока. А вот бородач у стойки уже развернулся, выпучил глаза, нашаривает рукой прислоненный к стойке молот. Я рывком выдернул меч из груди лучника, и труп грузно свалился мне под ноги. Я замер, выставив меч перед собой. Мой с кеметар – единственная дорогая вещь, которую я таскаю с собой. Да и то стараюсь не светить его перед другими игроками без крайней необходимости. Лаконично оформленная черная рукоять без гарды длинная, так что можно перехватывать ее и второй рукой. Клинок широкий, средней длины, немного изогнут, как у сабли. На гладкой, как зеркало поверхности, никаких украшений. Только несколько угловатых рун ближе к рукояти, знаки наложенных чар. Но даже последний нуб узнает этот блестящий, серебристый, как застывшая ртуть металл. Адамантит. Самый твердый из всех немагических материалов. Имея я достаточно силы, мог бы запросто разрубить бородача надвое вместе с керасой, а на мече даже зазубрины бы не осталось. И если этот здоровяк с молотом не совсем идиот, не станет рыпаться. Ах ты, паскуда! Бородач с ревом бросился на меня, набегу замахиваясь молотом. Нет, все-таки они все трое полные дебилы. Бородач, коротко рыкнув, атаковал. Я легко ушел в сторону, и молот ухнул в деревянный столб, да так, что, кажется, вся таверна содрогнулась. Могуч, могуч. Опыта сразу, видно, не хватает, но силища набрал. Впрочем, сейчас качаются быстро, особенно те, кто сообразил, что убивать игроков слабее себя куда проще, безопаснее и выгоднее, чем сражаться с монстрами. Да и классовые бонусы сейчас куда весомее, чем в те времена, когда я начинал. Но сейчас у него нет шансов. Какой прок от превосходства в силе, когда ни один из твоих ударов не приходится в цель? Я немного повертелся вокруг бородача, пока тот бестолково махал молотом, круша столы, избивая со стен масляные светильники. Выбрав подходящий момент, нанес удар.